Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать из студии универсального формата. Мы, как всегда, в прямом эфире, 202-11-22. Подключайтесь к нам по этому номеру телефона, задавайте свои вопросы, комментируйте, передавайте приветы, и все приветствуется. Что ж, ну, конечно же, вспоминая прошедшие праздники, все, наверное, как-то таким стрепетом вспоминают середку под шубой, оливье, тортики, может быть, шампанское, различные сладости и конфеты. Ну и редкий везунчик, наверное, после Нового года, встав на весы, обрадовался. Многие, конечно, наоборот, как-то пожалели, поняли, что что-то делали не так, наверное, все эти дни каникул. Как избавляться от лишних килограммов, как проводить тебя в форму, как сделать так, чтобы твое тело вновь вспомнило о тренировках, твое тело вновь вспомнило, что есть мышцы, что надо быть красивым, и лет тоже не за горами. Полгода остается нас до лета, а это как раз тот срок, когда так или иначе можно подготовить себя к красивому пляжному сезону. Что ж, будем вместе разбирать сегодня ошибки, какие сделали вы, дорогие телезрители. Звоните, рассказывайте, где нагрешили, что съели не то. Все попытаемся как-то исправить, попытаемся как-то вас настроить на нужный лад. Ну и, конечно же, о тренировках расскажем. Какие тренировки предлагают сейчас в нашем городе Самаре, в частности, фитнес-сети Ботек. Я представляю как раз представителя этой фитнес-сети Анна Архипова, фитнес-менеджер. Здравствуйте. Добрый день, Юлия. Ну, как вы сказали о том, что, да, не с горами у нас так вот только недавно прошли праздники новогодние. Поэтому, пользуясь случаем и вас лично, да, и всех ваших телезрителей, я хотела бы поздравить с праздниками. Сегодня мы отмечаем Старый Новый Год, да, Новый Год по старому календарю. Тоже у нас в России принято, да, гулять, догуливать. Ну и также поздравить с окончанием этих праздников, наконец-то, длительными, двухнедельными, которые выбили нас всех из режима, сопровождались многочисленными застольями, перееданиями, причем далеко до неправильной пищи, как вы сказали, перечислили, и также алкоголем, да, у многих. Вот. Поэтому нужно возвращаться в ритм, да, но возвращаться, соответственно, не резко, постепенно. Не нужно проводить там четкую грань, все, 11 января, не ем, не пью, затягиваю пояс, да, еле дышу. Нужно постепенно и в работу вливаться, а если мы так резко, соответственно, себя во всем ограничим, наверное, и работать-то не получится. То есть самое главное в первую степень это не голодать, наверное, да, вот? Нет, голодать однозначно нет, то есть если говорить о питании, то ни в коем случае не диеты. Никакой пользы они не принесут, и давно уже это всеми доказано. Речь пойдет скорее о правильном питании, к которому необходимо вернуться. Если вы не питались правильно до новогодних праздников, то, может быть, Новый год, как новая жизнь, да, стоит начать. Новый год, новый вес, пусть будет так. Да, правильное питание, да, то есть правильное, сбалансированное. Первую половину дня хорошо бы отдать непосредственно углеводам, сложным углеводам, не о простых, речь не о булочках, не о выпечке, да. Это каши, хорошо также на завтрак придутся омлеты, творог. Во второй половине дня, в обеденное время, да, можно совместить белки с углеводами, то есть это подобранный на ваш вкус гарнир, рис, горох, твердые сорта пшеницы, соответственно, также могут быть макароны ствердые сорта, да. Вот, дополнив его хорошей такой порцией белка, это мясо, птица, может быть, рыба. Рыбка запеченная. Да, пожалуйста, все, что нужно, да, желательно, чтобы все приготовлено было в духовке запечено или на пару отказаться от жареных продуктов, вот, но уже ужин, он должен быть более белковым, чистый белок, если это рыба, например, да, тоже кусочек, может быть, дополнена легким овощным салатом, вот, либо это просто какой-то творог, может быть, творожная запеканка, соответственно, не нужно принимать четко, да, все поняла правильно, вот утро, позавтракала правильно, хорошо пообедала и поужина. Ну, должны быть, конечно, перекусы. Перекусы, ну, опять же, правильные, я так понимаю. Да, опять же, правильные, потому что довольно-таки большой перерыв, если мы с вами в 7 утра позавтракали, да, и обед у нас на работе в час дня, перерыв очень большой. И там уже не до правильного обеда. Да, действительно. Потому что если в 7 утра последний прием пищи, то ты, наверное, открываешь на работе холодильник и практически у коллег воруешь колбасу и сосиски. Колбасу, наверное. Да, чувствуешь себя уже зверски голодным и порция уже, наверное, ненормальная, которая тебе будет достаточно какая-то такая приличная, мы переедаем. Вот. Правильный перекус фрукту, да, каждые 2-2,5 часа орехи. Ну, орехи очень высококалорийные, горсть, да, орехов, какие-то хлебцы. Может быть, это правильный бутерброд, да, тоже на там зерновом хлебе, с какой-то там кусочком мяса, но не колбаса, конечно же. Вот. И таким образом мы постоянно чувствуем сыт, мы реально должны себя чувствовать сытыми. Вот. Чувство голода не нужно допускать. Вот. И постепенно, постепенно все входит в привычку таким образом, соответственно, с питанием. Но ни в коем случае не диета. Так, дорогие друзья, давайте записывайте уже практически лекции о правильном питании, у нас началась в прямом эфире 202-11-22, если есть какие-то вопросы, задавайте, я думаю, как-то подробнее вам все расскажем, все разъясним. Кстати говоря, вы видите и титры на экране, куда можете обратиться по телефону и уже записаться непросто, правильное питание, да, как-то поддерживать, но и, конечно же, тренировки, потому что без спорта мы понимаем, но здесь все будет однобоко. Все-таки в совокупности рождается красивая фигура, подтянутая и здоровая тело. Так, я предлагаю с вами вспомнить о таком замечательном, да, конечно, мы понимаем, что спортзалы – это место там, где рождается красивое тело, но так или иначе, все равно есть зимние виды спорта, да, дома, даже поиграть в снежки, мне кажется, это уже хорошо. Вот о каком-то таком вообще возможно ли как-то избавиться от лишних килограмм, просто играя, не знаю, с детьми, собакой и так далее, ну, по крайней мере, поддержать тело? Нет, конечно, да, сейчас у нас прекрасная пора, погода установилась, на праздники в Самаре выпало большое количество снега, поэтому, конечно… Сегодня даже слишком большое, наверное, количество снега, но радуемся, радуемся, хотели снег, хотели, просили, да, правда, поэтому, когда такой активный период катаний, санки, горки, да, у кого есть маленькие дети, прекрасное времяпровождение, возможно, эти подушки, ледянки, снегокаты, катание на лыжах, коньках – это все плюс. Плюс, пожалуйста, активный образ жизни, больше находитесь на свежем воздухе, да, организм будет восстанавливаться, отдыхать. Да, может быть, не глобальная какая-то потеря веса, если у вас плюс 5 или плюс 7 стрелка весов показывает, но, чем не менее, конечно, конечно, режим, да, в совокупности, о чем мы с вами говорим, то есть питаться, начали активно двигаться, отдыхать, высыпаться – тоже плюс, потому что, наверное, привыкли к ночным гуляниям, зачастую, поэтому ложились спать, ой, а как же теперь в 6 утра подняться на работу? Все в совокупности, и будет нам счастье. Про режим не забываем. Кстати говоря, ну, многие диетологи сейчас уже не секрет, просто везде трезвонят и говорят, что самое главное, наверное, установить еще и питьевой режим, да, не только для фигур хорошо, но и вообще для нашего здоровья, и для внешнего вида хорошо, и волосы, и ногти, ну, девушки, я думаю, меня поймут, очень важно потребление воды, поэтому, сколько бы ни говорили, к сожалению, делают все равно так или иначе, где-то не допивают чистой воды, да, но это важно. Анна, подтвердите мои слова. Да, это действительно важно, около 2 литров в день, да, давно доказано, тяжело, не все могут, не порой хочется, кто-то прям, не знаю, заставляет себя наливать на работе бутылочку, пить, следить за этим, потому что непосредственно все еще употребление этой пищи, алкоголя и всего, очень большое количество токсинов оставляет у нас в организме, их нужно вывести. И если не прибегая, да, не говорить о каких-то там медикаментах, препаратах, тасорбентах и прочих, вода непосредственно это лучший, доступный, да, наиболее способ очистить свой организм. Пить нужно. Пить нужно. Правильно, чистую воду. Кстати говоря, мы вот с коллегами взяли за правило, у нас есть приложение, благо сейчас интернет, какие-то системы дают нам много полезного. Мы установили приложение и практически всем кабинетом, как только прозвенит будильничек у нас на телефоне, идем на водопой. Вот, пожалуйста. Хороший текст. Вы сможете, да, тоже возьмете с нас пример. Мы, телеканал Самаргиз, все за здоровый образ жизни, это точно. Так, давайте с вами посмотрим небольшой сюжет о уличных гуляниях, именно о коньках, потому что многие сейчас проводят, да, какие-то свои вечера, наверное, на катке. Это очень здорово, очень классно. Мало того, что свежий воздух, что тоже немаловажно, да, влияет на наши фигуры, на красоту и вообще на здоровье. Ну и, конечно же, физическая активность. Поэтому отправляемся все на катки. Куда? Давайте посмотрим. Редкий случай, когда на катке никого нет и можно волю поупражняться с клюшкой. Леша Акимов учится во вторую смену и по утрам пользуется моментом. В его распоряжении весь каток. Вечером он уже в составе команды, в игре применяет отработанные приемы. Делимся на команды, ставим сумки около борчика, что это, ворота там, и играем. Каток во дворе 58-й школы очень популярен. Здесь даже проводят районные этапы матчей «Золотая шайба». Поддерживать лед в хорошем состоянии помогают и школьники, и сами преподаватели. Мы начали своими усилиями, то есть с ребятами, со школьниками. Я помню, мы копали под столбики ямки, нарезали трубы. Мы изначально своими усилиями построили каток. На катке во дворе 36-го дома по улице Дыбенко мальчишки дворовой хоккейной команды под чутким руководством тренера-общественника учатся виртуозно забивать шайбы в ворота. А малыши делают первые шаги на коньках. В 9 вечера по общему согласию детское время заканчивается, и на каток приходят взрослые. Не только кататься, но и подготовить площадку к следующему дню. Есть шесть активных папочек, которые по ночам проводят работу по заливке данной площадки. Они очищают, расчистят. То есть создавали сначала снеговую подушку, потом все расчищали. Заливка первая, вторая заливка. Все по руке. Мы как раз сделали акцент на подготовку и медвайровых площадок. Вот таких площадок у нас 56 по всему городу, уже залито и уже эксплуатируется. Всего в Самаре почти сотни ледовых площадок. К заливке готовы еще 10. Они расположены во всех районах города. Кроме дворовых работают катки в парках, на набережной и, самое главное, на площади Куйбышева. Ну, собственно говоря, неважно, как вы будете входить в ритм, спортивный ритм в моей жизни. Главное, пожалуйста, начните. Может быть, сегодня отправитесь уже на каток, а быть может, в спортивный зал. Кстати говоря, ну да, спортивный зал действительно поможет нам как-то избавиться от лишних килограммов. И действительно, человек сейчас, который наедал упорно эти лишние килограммы все 10 дней каникул, встав на весы, понимает, что надо что-то делать, пойдет и просто-напросто, ну, боюсь, что три часа будет практически насиловать свое тело. Правильный ли это подход или нет? Надо как-то, хочется поскорее же избавиться. Человек такой, такое существо, которое нужно все и сразу. Как здесь быть? Да, Юля, вы правы. Потому что, к сожалению, не так все быстро уходит, как быстро набирается у нас. О тренировках, которые нужно начинать после праздников, и как их правильно начинать, грамотно, не навредив своему здоровью. Цикл тренировок, который у нас начинается после перерыва в 10-14 дней, принято называть втягивающим или восстановительным. Поскольку довольно-таки значительное время и для спортсменов, которые тренировались, грамотно тренировались в течение всего 2015 года, и для тех, кто, опять же, с лозунгом «Новый год и новая жизнь», решил только приобрести карту фитнес-кульпы или вспомнил о том, что она у него есть, и где-то там в визитнице или в кошелечке уже давно лежит, и пора бы посетить этот клуб. Соответственно, начинать нужно постепенных нагрузок. Если мы возьмем спортсмена, тренирующегося, пришедшего на последний раз в 2015 году в декабре на тренировку, и будем говорить, например, о спортсмене, который занимается в тренажерном зале со свободными весами, то мы будем говорить о рабочих весах. Их нужно понизить непосредственно, отойти на пару шагов назад. Если приседал спортсмен 70 кг или 80, к примеру, то вес необходимо чуть-чуть понизить, потому что перерыв значительный. Не нужно начинать с того, чего вы добились в декабре, в конце декабря. То есть даже подготовленный? Даже подготовленный перерыв значительный. Если вы продолжали, конечно, в празднике, единицы есть, да, такие стойки. Кстати, работала ли в фитнес-центрах в празднике? Все фитнес-клубы наши отдыхали только 1-го числа. А потом уже ждали. Со 2-го числа мы ждали клиентов. И хочу сказать, что клиентов было очень много в празднике. И это радует, на самом деле. Аплодисменты вам, дорогие телезрители, кто 2-го января пошел на тренировку. Вы молодцы. Вы просто-напросто пример для подражания. Вот так и надо. Да, действительно. И с каждым годом наблюдается, кстати, что их становится больше и больше. И это здорово. Клиенты подходят и говорят, что «Ой, ну первое число мы уже наели столько салатов. Все, давай нам тренировку поактивнее». Но такая об активности все-таки кого не было 2 недели. Да, тренажерном зале понятно. Контролируем себя. Если мы пришли в первый раз, то отлично будет сейчас, на данный момент, воспользоваться услугами персонального тренера, который непосредственно, благодаря своим навыкам, умениям, знаниям, поможет вам составить грамотную программу тренировок, основываясь на ваши возможности, на ваши потребности, тут в ритм получится войти чуть быстрее, нежели путем своих проб и ошибок. Если вы приверженец групповых программ, как большинство, наверное, женщин, уходите или занимаетесь? Ну, я занимаюсь самостоятельно. Раньше любила групповые программы, сейчас поняла, что можно и в тренажерном зале добиться того, чего хочешь. Ну вот, действительно, групповые программы. Групповые программы – это всегда весело, заряжает позитивом, это 100%. Согласна. Ну так вот такие любители, да, которые есть, кто не ходит в тренажерный зал, а зачастую это женщина, пришедшая в фитнес-клуб, она говорит, что за странные тренажеры, и что вообще на них делать? Ну вот на дорожке я похожу, а вот в группе-то мне все понятно. Я здесь не одна такая, здесь таких много, и ни одной мне нужно похудеть, да, и нам весело. Тренер, драйв, да, позитив постоянно. Но после праздников пойду не на одну, правильно, пойду на три часа, убойных тренировок, и все сразу. Да, чтобы наверняка, вот этот оливье в правом боку, селедку вашего в левом. Вот, ни в коем случае тоже нет. Начать лучше с менее интенсивных классов, низкой нагрузки, может быть, это будет даже стретчинг, капилата, соответственно. И ни в коем случае не три. Одна тренировка. Силовых тренировок в неделю может быть три, да, но не три подряд, конечно же, постепенно. Многие также не задумываются о том, что когда мы желаем приобрести красивый внешний вид, да, и работаем, кто-то определенный мужчина, да, над бицепсом, над большими развитыми грудными мышцами, женщины хотят объемов, там, как у Дженнифер Лопес красивых, мы забываем о главной своей мышце, о сердечной. И прежде чем работать качественно, работать с большими весами и прочего, да, или высокие интенсивные нагрузки какие-то использовать, мы должны эту мышцу подготовить к работе. Если вы выбираете тренажерный зал, это может быть беговая дорожка, коллипсоид, велотренажер непосредственно, какие-то классы аэробные, там, степ первого уровня, например, танцевальные занятия. Сердце должно быть готово к нагрузке, иначе тоже ничего не получится. Слушайте, это замечательный слаг, кстати говоря, да, действительно, мы в погоне за красотой иногда забываем о главной мышце. Да. Анна, молодец. Так, ну что ж, мы вот, допустим, тоже забыли, что сегодня у нас старый Новый год, а это значит пора подарков. Ну, в принципе, всегда в универсальном фронте мы разыгрываем подарки, сегодня не исключение. Билеты в кино мы для вас заготовили. Какой вопрос будет, узнаем после небольшой рекламной паузы. Ты богиня, всегда помни об этом. Что значит быть женщиной? Прислушиваться и чувствовать себя. Природа и знания в тебе. Разве твоя женственность зависит от кого-то, кроме тебя? Фитнес-сеть Ботек. Я рядом. Что ж, 202-11-22, этот номер телефона может вас привести к двум билетам в кино. Ну, нужно необходимо ответить на вопрос. В старину, надевая на ноги, их называли скороходами. Как называют их сейчас? Ну, догадайтесь, пожалуйста. Я думаю, в принципе, можно догадаться, да? Догадаться можно. Попытайтесь, попытайтесь. А если что, подсказка гарантирую. Так, хорошо. Как тренироваться, мы с вами немножечко поняли, да, что действительно не надо бросаться в омут с головой. Нужно как-то потихонечку-потихонечку. Через сколько, в принципе, возможно реально вернуть форму вот после начала тренировок? Ну, если не все так глобально, да, соответственно, пару неделек мы с вами втягиваемся. Тут самый восстановительный цикл. Набираем обороты. Возвращаемся к своим рабочим мощностям, так сказать. Я думаю, в течение месяца все прекрасные, довольные. Переходим к 23 февраля и к 8 марта. И к 8 марта, да. А там опять. И продолжаем, да, резать салаты. Ну, надеюсь, что 8 марта, 23 февраля, 14 февраля вы не сделаете с таких уже ошибок, будете думать. А стоит ли пару ложек оливье, пару ложек селедки? Ну, да. Да, таких усилий потом в тренажерном зале. Задумайтесь, прежде чем такие вкусности есть. Я вот лично, к примеру, как-то привыкла уже, то, что, ну, не надо, это не стоит того, не ради еды мы живем, а все-таки живем из-за еды, да, то есть еда нужна для жизни. Поэтому как-то, знаете, и даже вот на новогоднем столе не было съедено многого лишнего, по крайней мере. Конечно, немножко побаловал себя, ну, немножечко, конфетами, честно. Признаюсь, тоже, положа руку на сердце, скажу. Чем же вы побаловали себя, можете нам тоже открыть свои секреты. Тайна 202, 11, 22. Никто ругать вас не будет, наоборот, поддержим, поможем, ну, и как-то дадим настрой на будущую хорошую жизнь, я имею в виду спортивную жизнь. Так, хорошо, у нас есть звонок уже, давайте узнаем, кто к нам дозвонился. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Лариса. Лариса, очень приятно. Ну, девушка, давайте рассказывайте, как вы за фигурой своей следили в новогодние каникулы или решили отдохнуть полностью? Ну, что касается питания, то, конечно, я там позволяла себе какие-то вкусности, и сладости, и салаты без майонеза. Без майонеза, это уже хорошо, да. Всегда надо побаловать, потому что, ну, все равно, так или иначе, организм всегда в стрессе, держать не нужно. Нужно, можно побаловать, это даже хорошо. А из спорта было ли что-то? Из спорта, конечно, это коньки. Несколько раз вот побывал на катке, ребенка выгуливали. Так, хорошо, отлично. Ну, давайте теперь отвечать на мой вопрос. Я думаю, здесь уже все карты раскрыты. В старину, надевая на ноги, их называли скороходами. Как сейчас называют их? Ну, я так предполагаю, что это, может быть, лыжи? Это лыжи. Ну, давайте я вам подскажу. Вы только что сами назвали коньки. Конечно, действительно, это так. Да, как... Лыжи, коньки, ну, коньки называли скороходами. Я вас поздравляю. Как раз, я думаю, не только на каток отправитесь скоро с ребенком, но и, быть может, в кино. Действительно, какие-то премьеры интересные ожидают уже нас сейчас. Поэтому, милости просим. Вам спасибо большое за звонок. Ну, и приходите быстрее в форму. Я думаю, все получится у вас. Такой позитивный голос не может, да? Не добиться каких-то успехов. Конечно. Хорошо. Питание, тренировки – это, конечно, два основополагающих секрета красоты стройности. Но, быть может, каждая девушка надеется, что что-то еще есть, что-то еще таят, утаивают. Какие секреты еще храните? Да, конечно, да. Мы поговорили о питании, о спорте, о правильном режиме отдыха и сна. Отличным дополнением ко всему этому, особенно сейчас и, в принципе, вообще, будет посещение сауны, термальных комплексов, да? Хорошо, если вы найдете время после тренировки пройтись, да, посидеть в сауне, погреться, восстановить мышцы, избавиться излишней жидкости, попить травяного чая, да? Тем более, к примеру, все клубы нашей сети снабжены термальными комплексами, да, и везде полностью есть и сауны, и бассейны, и не нужно достаточно там времени, чтобы идти куда-то в другое помещение. Можно в совокупности все этим воспользоваться. Плюс, плюсом огромным будет массаж, да? Да, тоже есть массажные кабинеты, массаж как общий укрепляющий, массаж спины, также массаж отдельных проблемных зон, да, излюбленные всеми женщинами за столь эффективность высокую, но достаточно нелюбимый из-за его болезненности. В совокупности какие-то обертывания, маски, да, тренировка, сауна, отдохнули и массаж, и шикарный вы королева к вечеру. Вы королева, да, действительно, совокупность, люблю повторять фразу, что красота требует не жертвы, а красота требует все-таки регулярности, да, каких-то повторений, потому что действительно не надо жертвовать, не надо бросаться в голову, и надо постепенно, аккуратненько входить в этот режим и придерживаться его всегда. Все-таки неправильно же говорить, здоровый образ жизни, это образ жизни, это не какая-то однодневная акция, это образ жизни. Так, хорошо, я предлагаю еще один вопрос задать нашим телезрителям, а именно разыграть сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой на 500 рублей, я думаю, что тоже как-то Новый год, хочется, да, обновить и свой внешний вид, поэтому, может, какие-то восстанавливающие масочки поделают наши женщины, ну, не только женщины, и мужчины, конечно, могут обродиться за услугами к этому чудо-мастеру. Чтобы ответить на мой вопрос, точнее, чтобы получить этот билет, нужно ответить на мой вопрос, но давайте опять же рекламную паузу небольшую с вами сделаем, а после ждите розыгрыша приза. Твоя судьба в твоих руках, помни это. Что значит быть мужчиной? Быть, а не казаться, сила духа приходит в тренированное тело, навык – это время, фитосеть Ботек, я рядом. Что ж, разыгрываем и сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Вопрос звучит следующим образом. В начале 19 века в Петербурге учили это делать так, как делает лягушка и так, как делает собака. Чему же учили? 202, 11, 22. Ну, не забывайте, что сегодня говорим о спорте, о правильном питании, ну и вообще восстанавливаемся после праздников новогодних, поэтому приходим в себя, собственно говоря, да. Анна, мы с вами сегодня рассуждаем, учим многому, но я не могу у вас спросить, вы вообще как, сами-то долго приходили в себя после новогодних праздников или не пришлось? Ну, на самом деле, я тоже грешила, да, раз уж вы ругать не будете, потому что количество наготовленного, да, для любимца, для семьи, соответственно, и торты были, вот, пельмени, манты, салаты. Ой, пельмени, рождественские, наверное, пельмени. Да, да, обязательно. Ну, как не зимой, как не налепить, собственно, да, своих, вот. Ну, в целом, удалось легко, праздники даже показались длинными, уже хотелось на работу и с новыми силами в понедельник, в бой, соответственно. Были и многочисленные горки, потому что дочке 4 года, конечно, вот. На каток пока еще не выбрались первый раз, но сегодня посмотрела и ваш сюжет, и очень-очень хочется. Вот, соответственно, как-то так, ну, до клуба не доходил, так как мой клуб практически мой дом, а я работаю, да. Думаю, все успеется, поэтому. Давайте посмотрим сюжет, как прийти в праздники, после праздников в себя. Но прежде премьем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Испугался наш телезритель. Так, ну давайте вместе с телезрителем вспоминать, как же было нелегко в понедельник после новогодних праздников, а может быть легко. Давайте посмотрим и вернемся в студию. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Если старые комедии и Оливье больше не радуют, примета верная – пора на работу. Под конец новогодних каникул сонливости, нежелание вставать с дивана – обычное дело. Очень тяжело было, сколько дней можно отдыхать. Очень приятная работа. С сегодняшний день, первый день, первый год. Это целая неделя, правильно, не знаю, чем заняться. И вы успеете заболеть уже и выздороветь. Обычно, что бодрить, с кофе выпила, да пошла на работу. После затяжного отдыха резкая смена образа жизни для организма – стресс. Лучше не хвататься за все сразу, а убраться на рабочем столе и выбросить лишнее из головы. Негативные мысли могут стать причиной хандры. Гоните их прочь, рекомендуют психологи. И благодарите, благодарите. Не зря 11 января отмечается Международный день «Спасибо». Наши мысли в это время нам очень сильно могут испортить настроение. То есть, если после праздников в голове крутятся мысли «опять это работа», «опять этот шеф», «опять я что-то делаю не то», эти мысли нужно останавливать сразу и переформулировать. Как хорошо все-таки, что у меня есть работа, у меня все-таки будет зарплата скоро, и шеф не самый плохой в жизни. В январе самое время начать новую жизнь. Например, отказаться от вредных привычек, заняться спортом. Велика вероятность, что родные и друзья вас поддержат. А вот садиться на жесткую диету пока не стоит. Организм может впасть в ступор. Вот так вот, мои дорогие, да, действительно, именно об этом мы вам пытаемся объяснить здесь, в прямом эфире универсального формата. Кстати, вы можете дозвониться, 202 11 22, как сделал это наш телезритель. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Рассказывайте вы, как вы провели новогодние каникулы, новогодние праздники, ну и легко ли вернулись в обычный ритм жизни? Хорошо провели. Хорошо. Катались на лыжах. Это замечательно. Вот так вот, спортивно. На горках, да. Ну, вам... Это делать так, как делает лягушка и так, как делает собака. А чему учили-то? Я думаю, учили плавать. Учили плавать. Да, действительно, плавание тоже один из методов вернуть к себе былую стройность после новогодних каникул. Я вас поздравляю. Сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой достается именно вам. Какую процедуру сделать, решайте уже сами. Ну, я надеюсь, что вы будете необыкновенно красивы после рук этого мастера. Спасибо большое вам за звонок, дорогой телезритель. Ты можешь еще раз дозвониться и рассказать, как ты провел новогодние каникулы и как восстанавливаешься ты после праздника. Так. Хорошо. Давайте теперь... Да, мы с вами примерный план действия наши поняли. Это не голодать, аккуратненько возвращаться к правильному питанию, пить много воды, здоровый сон. Легкие сначала тренировки постепенно нарастаем. Чем может помочь Батек Веллнес, Батек Фитнес в этом деле, скажите, пожалуйста? Какие тренировки вообще сейчас пользуются спросом? Что нового, что интересного? Какие вообще занятия проходят? Ну, в фитнес-клубах, во всех фитнес-клубах нашей сети, два клуба, это у нас в Самаре и два клуба в Тольятти, огромный выбор групповых программ, направлений, да, соответственно, оборудованы всеми современными тренажерами, тренажерные залы, залы единоборств, ну и, естественно, термальные комплексы, также о которых мы говорили, ну и в том числе и массажные кабинеты. Поэтому, в принципе, все то, о чем мы говорили с вами в начале программы, все, что вам необходимо, все есть у нас, дорогие друзья, поэтому, пожалуйста, посещайте любую из наших клубов, мы будем очень рады нас видеть. Встретит вас команда профессионалов, единомышленников, да, которые идут к общей цели сделать нацию здоровее, соответственно, и помочь вам в приобретении здоровых привычек. Что касаемо групповых направлений, их настолько много, что, я думаю, каждый с изысканным вкусом найдет себе по душе. Кто-то любит только танцевать, исключительно, и танцы в большое направление, количество направлений. Это и популярная сегодня в России зумба, да, которая пришла к нам и гремит везде. Это латиноамериканские танцы, это стрип-пластика, это восточные танцы, и сочетание различных направлений. Есть свое направление дэнс-микс, соответственно, пять только видов танцев. Значительные танцы идут каждый день, и внутреннее время, и вечернее. Сетка расписания очень плотная, поэтому, имея любой вид клубной карты, да, подробнее вы можете в отделах продаж о видах карт у нас узнать, соответственно, вы можете посетить любое занятие, которое вам по душе. Также пользуются большой популярностью силовые классы у женщин. Это как раз категория тех женщин, которые не посещают тренажерный зал, да, но хочут приобрести какой-то легкий рельеф, да, соответственно, они выбирают силовые тренировки. Есть тренировки, направленные на все мышцы групп, мышечные группы проработку, да, есть тренировка исключительно на ноги, кто-то акцент делает на верхнюю часть тела, либо есть отдельная тренировка на мышцы брюшного пресса, потому что всем хотим плоский животик, там кто-то кубики и прочее. Вы, кстати, есть фотографии, которые так или иначе, да, могут продемонстрировать наглядно все то, о чем вы рассказываете, потому что, вот, пожалуйста, мы видим, это как раз, наверное, какая-то йога, может быть, да, или... Это тренировка по пилатесу, по пилатесу с оборудованием, а вот оборудование, которое находится у тренера в руках, это изотоническое кольцо, вот. На этой фотографии термальный комплекс клуба Батек Велнос. То есть он достаточно такой большой... Да, почему именно фитнес и велнос? Да, велнос-технологии – это когда площади именно для спа занимают больше, чем для тренировок, соответственно. Действительно, велнос оснащен более большим термальным комплексом, количеством саун, джакузи. Но в Батек Фитнес тоже представлено, да? Комплекс есть, да, то есть бассейн, как и для плавной, для акваэробики, да, и сауна. Сейчас вот новая открылась, у нас еще инфракрасная дополнительная сауна. Ой, как захотелось прям... Бар, бар, пожалуйста, не отходя от кассы, да, чай, травяной, мед, можно. Так, это как раз мы видим современные тренажерные залы, да, действительно объемные, большие, много тренажеров представлено на все группы мышц, я так понимаю. Да, линейка полностью достаточна для составления грамотной тренировки, проработки всех мышечных групп, которые вам необходимы. Ну и еще раз делаем акцент на том, что есть персональный тренер, который поможет сделать составную программу тренировок. Конечно, поможет, да. С тренажерным залом определенно нужно знакомиться, очень сложно, наверное, начинать самому. Квалифицированные сотрудники наши, да, проходящие специальное обучение ежегодное, проходящие аттестацию, повышающие свое знание, грамотно помогут вам во всю эту систему влиться. Всем этим грамотно воспользоваться. Потому что, да, действительно, беговыми дорожками ты понимаешь, как еще пользоваться. Ну да, как главное показали, как... Да, тоже понимаешь, вроде бы ничего сложного. А вот как не надорвать спину, как не потянуть мышцу, применять тот или иной тренажер, это действительно нужно... Нет, отлично, главное, что когда клиенты это понимают. Зачастую мы слышим только то, что, ну, где-то болит спина. Если слышим, это хорошо. Даже многие женщины, которые идут на групповые программы, в принципе, и не говорят об этом, и не знают, насколько серьезно она болит, и что, да, если речь о грыжах каких-то идет, тогда только персональный тренер. Необходимо предупредить тренера, когда он составит тренировки так, чтобы какую-то проблемную зону не касалась. Чтобы, да, ее, наоборот, улучшить, укрепить. Ухамам, это я так понимаю, да. Слушайте, ну, это просто против какое-то погружение в лето. Если уже все соскучали по теплому времени года, то, пожалуйста, добро пожаловать. Да, всех ждем. Точно напомнят и вспомнят. Хорошо, ну, мы с вами, да, завели разговор по поводу групповых тренировок и тренажерного зала, и действительно, это, наверное, таких два клана, которые только групповые тренировки, только тренажерный зал. Но все же, можно ли это объединять? Либо это будет уже лишнее для нашего организма? Конечно, не только можно, но и нужно, да. Даже как с вами вначале мы говорили, вы сказали, я тоже начинала с групповых программ, но постепенно-постепенно, я поняла, и зачастую это нормально. Практически каждый приходящий начинает с групповых программ, если нет каких-то значительных в действительности проблем со здоровьем, потому что абсолютно здоровых людей не бывает, но все же, да, то, что я говорила о спине, о грыжах, о прочем, вы пришли на групповую тренировку, она все-таки рассчитана на клиента среднего класса. У тренеров в группе находится 120-30, в клубах, которые позволяют больше, да, у нас в Тольятти 50-60 человек. Так, естественно, должного внимания, как в персональном тренинге, уделить каждому не получится. Если вы, во-первых, не сообщили о своей проблеме, и пришли, соответственно, работать в поте лица, чтобы сбить наши лишние килограммы, соответственно, можете себе только навредить. Все-таки, если все нормально, вы знаете, да, и отвечаете сами за свое здоровье, 2-3 килограмма незначительно групповые программы помогут убрать, приобрести приятный рельеф, да, где-то, однозначно повысить настроение, ведь очень многие приходят в фитнес-клуб именно за общением, да, они проводят у нас каждые вечера, находят себе подруг, друзей и прочее, а может быть, кто-то заводит любовь отношений. Да, и прочее, да. Затем постепенно, если это клиенты наши постоянные, я это вижу, да, кто занимается год, два и три, они переходят в тренажерный зал, и это нормально. Наступает период, который называется адаптация. Занимаясь групповыми программами, ваш организм адаптируется, он становится довольно-таки веносливым к этой средней уровне нагрузки, и, соответственно, чтобы достичь больших результатов, да, какого-то большего или снижения веса, или объема формы, вы начали наращивать мышечную массу, велкам тренажерный зал. Опять-таки, не знаете, как персональный тренер, знаете, готовы, пожалуйста, сами, да. Но у нас буквально минута остается до конца эфира о акваэробике. Есть же акваэробика. Сейчас молодые мамочки, будущие мамочки, тоже заботятся о своей фигуре, о своем здоровье. Возможно ли им это? Кому акваэробику советуете? Акваэробику советую абсолютно всем. Это уникальный вид занятий, тренировок практически не имеющий противопоказаний. Если мы говорим о тренировках на суше, это однозначная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Соответственно, в воде она полностью отсутствует. Мало того, что свойства воды имеют возможность повысить сопротивление больше, чем на суше в 4 раза. Поэтому при работе с оборудованием в воде непосредственно вы можете поработать все мышечные группы. Когда вы будете держать в воде баланс, максимально будут прорабатываться мышцы живота, что так необходимо для женщин, соответственно. Это всегда эйфория, это всегда счастье. Тренировка в воде весело, забавно, соответственно. И больные ноги, колени и спины, пожалуйста, вам в воду. Результаты не оставят себя ждать. Плюс целебные и шикарные средства воды, как массажный эффект. И отток венозной крови, отток жидкости из организма тоже только на благо. Анна, вам большое спасибо. Но я думаю, теперь наши телезрители точно знают, что нужно делать, если хотят вернуть былую форму, которая была до новогодних праздников. Фитнес-сеть Ботек вас приветствует, всех встречает, подскажет, поможет. Но я думаю, конечно же, необходим только ваше желание. Берегите себя, будьте здоровыми, будьте красивыми. Спасибо вам большое. Универсальный формат с вами прощается. До завтра. Пока-пока. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»